Всем привет! С вами Катя и в сегодняшнем видео я вам расскажу, что такое контуринг и как правильно его делать. А также мы объявим победителя конкурса из видео «Солнцезащитные средства», так что смотрите до конца! С помощью контуринга можно подчеркнуть достоинства своего лица и скрыть недостатки, но также очень просто и испортить весь макияж, если делать это неправильно. Так давайте же разберемся, зачем нужен контуринг. На лице каждого человека есть множество теней, будь то в складке века, от скул или по линии челюсти. И когда мы наносим тональную основу, мы все эти тени делаем менее выразительными. Грубо говоря, наше лицо становится похожим на чистый лист. И в этот момент приходит контуринг. Он помогает нам подчеркнуть уже существующие тени на лице, углубить их или же создать новые. Сегодня мы с вами будем использовать новую линейку для контуринга от Be You. В нее входят кремовый стик, палетка для контуринга и кисть. Начнем со стика. Это довольно универсальный продукт. Например, если вы подберете оттенок, близкий к вашему цвету кожи, то вы можете смело его использовать как тональную основу. Или же, если вы подберете оттенок немного темнее, то вы можете использовать его как стик для контуринга. С этим продуктом довольно легко работать, так как он быстро тушуется, легко наслаивается, если вам нужно более плотное покрытие, и у него матовый финиш. У меня средний оттенок номер 14 как раз отлично подходит как тональная основа. Теперь переходим к контурингу. Для этого я буду использовать палетку от Be You. В ней 4 рефила. Первый это матовая пудра для контуринга, бронзер с шиммером, румяна и хайлайтер. Очень красивая палетка подойдет как для макияжа на каждый день, так и для более нарядного случая. Я думаю, что она будет очень красиво смотреться на более смуглых девушках. Давайте же с вами разберемся, чем все-таки лучше наносить эти продукты. Я рекомендую использовать вот такую вот небольшую скошенную кисть. Сегодня буду использовать вот эту от Be You. Она отлично подходит для нанесения контура, бронзера или же румян. Это синтетическая кисточка. Я лично предпочитаю именно такие, как для себя, так и в работе. Во-первых, у них более долгий срок службы. Во-вторых, за ними проще ухаживать. И в-третьих, они не вызывают аллергию. А теперь давайте разберемся, куда нам нужно наносить контуринг. Первое, что нужно сделать, это найти, где же у вас находятся скулы. Чтобы это сделать, вы можете либо пальцами нащупать, где находится кость, либо сделать вот так. И как вы видите, под скулой появляется тень. Это именно та тень, которую нужно углубить. Но я лично рекомендую наносить контур не по линии скул, а немного выше. Это визуально поднимет черты лица и сделает их более утонченными. Также я наношу контур на верхнюю часть лба и аккуратно растушевываю. И наношу по линии челюсти. Во-первых, это сбалансирует цвет лица, во-вторых, это сделает черты более объемными. Запомните, что лучше наносить продукт по чуть-чуть, постепенно добавляя, если нужно. Теперь я буду наносить румяна из этой же палетки и использую ту же кисть. Продукт очень пигментированный, поэтому я едва касаюсь рефила. И я рекомендую наносить румяна, начиная от середины контура. Так вам удастся избежать эффекта матрешки. Я наношу румяна аккуратными легкими движениями, хорошенечко тушу я их в контур. Мне очень понравился хайлайтер в этой палетке. У него красивый золотистый оттенок. Он придает коже красивое естественное сияние. И если вы хотите более драматический образ, его с легкостью можно наслоить. Я наношу его такой небольшой круглой кисточкой на верхнюю часть куб, как обычно. Мне очень понравился бронзер из этой палетки, но, к сожалению, для меня он оказался немного темноватым. Поэтому сегодня я его буду использовать как тени. Кстати, это можно сделать со всеми продуктами в этой палетке, так как они очень мягкие и прекрасно тушуются. Я думаю, что этот бронзер отлично подойдет как хайлайтер для темнокожих девушек или просто для любительниц более смуглой кожи. А теперь я доделаю свой макияж за кадром и вернусь, чтобы рассказать свои впечатления. Мне понравилось все, что я использовала в сегодняшнем макияже, особенно эта палетка. Она довольно компактная, но при этом очень универсальная. Как видите, бронзер я нанесла в качестве теней, и он выглядит очень красиво. Не бойтесь, и вы экспериментирует с разной косметикой. А у нас готовы результаты конкурса из видео солнцезащитные средства. И крем от фотомер отправляется к Алене Титенко. Я вас поздравляю, напишите нам на страничку в Facebook для получения вашего подарка. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео и что оно было для вас полезным. Не забывайте ставить пальчики вверх этому видео, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления каждый раз, когда мы публикуем новое видео. Всем спасибо за просмотр, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok